Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. И вновь виновата школа. За пьяного семиклассника ответили педагоги. Заместитель директора и учитель средней школы поселка Доленко привлечены к дисциплинарной ответственности. Формализм и незаинтересованность чиновников стали причиной плохого освещения карагандинских улиц. К такому выводу пришли члены общественного совета при Акиме города. Из Караганды в Стамбул и обратно. Турецкая авиакомпания Atlas Global открыла прямое авиасообщение. Полеты будут проходить два раза в неделю. Заместитель директора средней школы поселка Доленко и учительница привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что семиклассник пришел в школу в алкогольном опьянении. Инцидент произошел 22 февраля. После проведения служебной проверки выяснилось, что подросток напился после семейной драмы. Стрессовая ситуация, в которой находился подросток, побудила семиклассника выпить спиртное. Такой вывод сделали педагоги после того, как пообщались с протрезвевшим подростком. Руководитель шахтинского отдела образования сообщил, что между его родителями возникли трудности во взаимоотношениях. Кроме того, семья недавно переехала из Газеларды. Что касается алкоголя, то проверка показала, никто подростку спиртного не продавал. По объяснению мальчика, он нашел бутылку из-под колы со светло-коричневой жидкостью по дороге в школу. Эту жидкость он принес в школу. На последнем уроке ребенок просто заснул на уроке географии. Учитель начала принимать какие-то меры, то есть что происходит, что и как. Был почувствован легкий запах алкоголя и, соответственно, была вызвана сразу скорая помощь. Ребенок в сопровождении двух учителей. Учителя оперативно среагировали. Ребенок был сразу отвезен в нашу городскую больницу. Вечером ребенок был отпущен. В самой школе, где учится, подросток отмечает, что по возрасту он должен обучаться в старших классах. Но еще учась в Газеларде, ученик дважды оставался на второй год. Педагоги едины во мнении, что случившееся стало результатом семейных неурядиц. Успеваемость не отличается, конечно, хорошими высокими оценками. Есть и тройки, и двойки. Он посещает школу, всегда ходит. Поведение, ну, бывает незначительное нарушение дисциплины. И, конечно, то, что произошло 22 февраля, это, конечно же, такой инцидент впервые в истории нашей школы. И тем более с учеником седьмого класса. Но хотелось бы пояснить, не оправдывая его и нас, конечно, педагогу, хочу сказать, что учится он в седьмом классе. Потому что оставался на второй год, ему 14 лет. Со своими ровесниками он должен быть уже в девятом классе. В настоящее время семья находится под наблюдением комиссии по защите прав несовершеннолетних. А подросток посещает психолога и психиатра. Специалистам еще предстоит выяснить, что же это было на самом деле. Сдали подростковые нервы или подросток просто хотел обратить на себя внимание. Во всяком случае, в этой школе учителя выводы сделали. Андрей Тенжас, Лан Макулбеков, Бауржан Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. Десятки миллионов тенге фонд помощи жителям Шахана намерен направить на вынос автономных отопительных котлов из многоэтажных домов. Напомним, что 1 января в поселке Шахан произошел взрыв котла в многоэтажном доме. Погибло 9 человек. Именно тогда и был создан специальный фонд. На сегодняшний день на счету фонда помощи пострадавшим в результате ЧАЭС в поселке Шахан остались десятки миллионов тенге. Председатель попечительского совета Жамала Мамерханова сообщила, что основные траты уже осуществлены. Остались неоплаченные проведения годовщины девятерым погибшим, ремонт в поврежденных квартирах, а также услуги специалистов, которые занимались разработкой проекта по демонтажу подъезда и усилению оставшейся части дома. Оставшуюся сумму планируется направить на вынос внутридомовых котельных за пределом многоэтажных домов поселка Шахан. Таких домов 13. Мы планируем их на вынос этих котельных. Я думаю, что их может и не хватить даже, но, по крайней мере, мы все средства планируем именно расходовать на то, чтобы модернизировать эти котельные, которые есть там. То есть замену произвести все, что можно. Сейчас подследование делают этих котельных. И постараться максимально все, что мы сможем вынести. Там, может быть, нам дадут предложение компании, которые мы хотим привлечь, чтобы, может быть, где-то там объединить, потому что это же удешевляет. Ну, как бы, сделать эту котельную, например, на два дома, к примеру. Ну, так вот. Однако семьи пострадавших настаивают, чтобы деньги были поровну разделены между семьями погибших и пострадавших. Но попечительский совет считает такой расклад несправедливым. По мнению благотворителей, намного важнее обезопасить как можно большее количество жителей. Четыре семьи, они, как бы, ну, даже, можно сказать, требуют или хотят, или просят, ну, чтобы мы эти деньги разделили между ними. Они почему-то считают, что раз это фонд помощи пострадавшим, то, значит, эти деньги должны быть именно им направлены. Хотя, ну, у нас же по уставу фонда и, как бы, этот, у нас же есть цели и задачи фонда. И там у нас одной из задач является это недопущение такой ситуации, ну, чрезвычайной, ну, в поселке Шахан для жителей поселка. В фонде отмечают, что котлы отопления находятся в собственности жильцов. Именно поэтому государство не будет выделять средства на модернизацию и перенос котельных. В любом случае, судьбу оставшихся денег будет решать попечительский совет фонда. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Боржан Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. Формализм и незаинтересованность чиновников стали причиной плохого освещения карагандинских улиц. К такому выводу пришли члены общественного совета при Акиме города. На очередном заседании совета обсудили итоги двухмесячной работы специальной группы, которая занималась этой проблемой. Всего в Караганде, согласно документам, должно быть около трех тысяч столбов освещения. Члены общественного совета, участники специальной рабочей группы нашли чуть менее двух с половиной тысяч. Из них более шестисот не функционируют. Более того, на улице Бульвар Мира подрядчиками убрано 150 ламп уличного освещения. На улице Гоголя – 100 ламп. Подрядчики посчитали, что эти улицы слишком уж сильно освещены. Такие данные были озвучены на очередном заседании общественного совета. И яркость освещения в Б1 должно быть 20 люкс на поверхности полотна. Б2 должно быть 15 люкс. Основные претензии по поводу неудовлетворительного состояния уличного освещения высказывались отделу жилищно-коммунального хозяйства. Руководитель отдела защищалась. Она заявила – не хватает специалистов. И вообще ничего страшного в этой ситуации нет. А рабочую группу можно было и не создавать. У нас еженедельные объезды, еженедельно составляется предложение, что нужно сделать по вот этой ситуации, которую вам выявили. Ну а что делать? Работаем как есть. Не надо изменить. Бюджетные деньги, вы подписываете на тот объект, который есть. Что касается рабочей группы, мы не возражаем ни в том плане рабочую группу. У нас есть акты выполненных работ – форма 2 и форма 3. В форме 2, пожалуйста, любой член общественного совета может участвовать, сможет их смотреть. Это не запрещенная информация. И все же участники заседания общественного совета напомнили руководителю отдела, что в год на уличное освещение выделяется 206 миллионов тенге. Были высказаны рекомендации об эффективном использовании этих средств. Что касается непосредственно самого освещения, то была выражена надежда, что с помощью членов специальной рабочей группы удастся изменить ситуацию к лучшему. Андрей Тенес, Ламбек Успан, Бауржан Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. Злоумышленник присвоил бюджетные средства из 28 государственных учреждений. О крупных хищениях из государственного бюджета рассказали на брифинге в региональной службе центральных коммуникаций. Руководитель департамента государственных доходов ответил на вопросы журналистов. Пять лет лишения свободы за хищение бюджетных средств из 28 государственных учреждений. Злоумышленник использовал хитроумную схему участия в тендерах. Такие данные привел руководитель департамента государственных доходов на брифинге в региональной службе коммуникаций. И это далеко не все экономические преступления, которые удалось раскрыть в прошлом году. Также были привлечены к ответственности четыре руководителя структурных подразумений КТЖ, которые тоже были согласны с привором суда, привлечены к наказанию штрафов и бюджетных средств. В связи с последними событиями в мире, пристальное внимание фискальных органов обращено на финансирование отечественных организаций иностранными компаниями. Порядка на 30 миллионов людей были пофинансированы от иностранных государств. На оказание юридической помощи было 10,7 миллионов тенге. На сбор и анализ информации было порядка 5 миллионов тенге. А также были на сбор информации экологического характера в нашей области. Кроме того, руководитель Департамента госдоходов рассказал об итогах широкомасштабной акции по легализации имущества и денежных средств. За весь период действия акции принято 725 специальных деклараций на сумму более 124 миллиардов тенге. По данному показателю, Карагандинская область заняла четвертое место среди регионов Казахстана. Лариса Хусейнова, Андрей Тенес, Ламбек Успан, Бауржан Ермагомбетов, Первый Карагандинский. К другим новостям. 20-летняя карагандинка задержана за перевозку наркотиков. У девушки и 36-летнего жителя Жамбылской области изъяли около 200 килограмм марихуаны. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативных служб при осмотре автомашины изъяли более 150 килограммов марихуаны. Также в ходе обыска гаража изъято еще 20 килограммов наркотического средства. Как установлено, задержанные лица занимались поставками наркотических средств из южных регионов республики в Карагандинскую область с целью дальнейшей их реализации. Общая стоимость изъятого на черном рынке составляет порядка 6 миллионов тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 36-летний житель Жамбылской области и 20-летний уроженка города Карагандинская область. У задержанных изъят около 200 килограммов марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержаны возбуждены изоляторы временного содержания. Проводится расследование. Задержана группа мошенников, которые наживались на пожилых людях. Сотрудники криминальной полиции Караганды поймали злоумышленников, которые при помощи сувенирных купюр обманывали доверчивых пенсионеров. Гастролеры – мошенники уроженцы Октябинской и Алматинской областей. Одна из них – женщина. Как сообщили в полиции, мошенники разыскивали одиноких пенсионеров. Им они представлялись социальными работниками и предлагали пенсионные сбережения перевести на дисконтные карты, чтобы получить значительные скидки на приобретение продуктов, питания и лекарственных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть мошенничество. Задержаны во дворянный изолятор временного содержания. В Караганде участились кражи личного имущества. Такое заявление сделали полицейские. Чтобы предостеречь горожан от посягательств злоумышленников, местная полицейская служба проводит встречи с населением. Одна из таких состоялась в одной из школ района Михайловка. Кражи личного имущества составляют 80% от всех преступлений в Караганде. Каждый раз, встречаясь с горожанами, стражи порядка призывают их своевременно сообщать обо всех фактах, а также оказывать полиции всемирное содействие. Чтобы наши граждане не были безразличны к происходящему, чтобы сообщали органам полиции о фактах различных происшествий, правонарушений и оказывали таким образом содействие именно полиции в борьбе с преступностью. Также наиболее актуальным на сегодняшний день, если даже брать анализ оперативной обстановки, актуальными именно наиболее часто совершаемыми преступлениями являются имущественные виды, то есть кражи, которые составляют 80% в структуре общих уголовных преступлений. Во встрече с сотрудниками правоохранительных органов приняли участие и предприниматели. Один из них – Сундат Дурмагамбетов. Он признался, что не раз сталкивался с посягательством на свое имущество со стороны злоумышленников. Мероприятия такого рода считают полезными. «Обслуживает наш участок участковый Ершат всегда добросовестно, очень хорошо нас обслуживает. По данной конференции, которая сейчас проводится руководителями полиции, считаю это правильным и нужным. И очень много хорошей, правильной информации, которая нужна для населения». Говоря об итогах работы местной полицейской службы, сражи порядка привели статистические данные. За последнее время на 38% уменьшилось количество квартирных краж, на 60% – карманных. Полицейские утверждают, что это результат плодотворного взаимодействия с жителями. «По приказу начальника МПС Караганды проводится профилактическая работа для ознакомления населения с работой местной полицейской службы. В каждых районах ежемесячно участковые инспекторы проводят такие отчетные встречи с населением». Не примену ли воспользоваться этой возможностью и представители сервисных предприятий, предлагающие услуги по установке видеонаблюдения во дворах, конечно же, за деньги. И все же полицейские рекомендуют устанавливать видеокамеры. Статистика показывает, что с их помощью раскрыто не одно преступление. Из Караганды в Стамбул и обратно без пересадки. Такая возможность появилась у всех жителей нашего региона. Турецкая авиакомпания «Атлас Глобал» с 15 марта начала выполнять прямые рейсы в Караганду. В четверг рано утром наша съемочная группа встречала первых пассажиров из Стамбула. Яркие букеты цветов и теплые слова поздравления. Это первые восемь пассажиров, которые воспользовались новым прямым рейсом авиакомпании «Атлас Глобал» – Стамбул-Караганда. Церемония разрезания символической ленточки и участники торжества переместились в здание аэропорта, где для них подготовили настоящий праздник. Регулярное авиационное сообщение Караганда-Стамбул открывается впервые. По словам заместителя Акима Караганды Сабита Успанова, новый авиарейс – это еще один шаг к раскрытию транспортного потенциала нашего региона. Как известно, отношения между Казахстаном и Турцией интенсивно развиваются по всем направлениям. Считаю, что с учетом углубляющего экономического сотрудничества между двумя странами, связь перспективного индустриального региона Казахстана, Карагандинской области с главным торговым, промышленным и культурным центром, какими является Стамбул, имеет важную роль. Участники торжественной церемонии открытия отметили, что около двух лет шли переговоры между авиационными властями двух стран об открытии этого международного маршрута. И вот все получилось. Мы рады приветствовать вас сегодня на открытии нашего второго международного рейса из Караганды в Стамбул. Как вы знаете, мы уже летаем с 2014 года в Анталию в летний сезон. И в этом году летняя программа у нас начнется в мае этого года. Ну а сегодня разрешите поздравить вас с этим замечательным событием, потому что мы уверены, что для карагандинцев и гостей и жителей регионов это очень знаменательное событие. Турецкая авиакомпания «Атлас Глобал» будет осуществлять рейсы дважды в неделю. Стоимость билета в один конец – 70 тысяч тенге. Это существенно меньше, чем в других авиакомпаниях. В завершение торжественной части первых пассажиров нового авиасообщения угостили большим тортом с пожеланиями счастливой и сладкой жизни. Красные флажки на финише и на старте – как основной ориентир для спортсменов. В Караганде проходит республиканский чемпионат по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями. Участники турнира с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата показали хорошие результаты. Алия Рахимбекова на протяжении 10 лет занимается плаванием. В ее собственной копилке уже около 50 медалей. А после прошедшего чемпионата Казахстана добавилось еще 4 золота. Алия показала лучшие результаты. Среди участников из 10 областей ей не было равных. В свои 17 лет у девушки большие планы. Она хочет отучиться на учителя физкультуры и стать хорошим наставником и тренером для детей с ограниченными возможностями. Я выезжала в Корею на азиатские игры, а так я мастер спорта в ОРК. Какие медали у тебя? Какие награды? Ну, смотря на каких соревнованиях. Если сказать о молодежных соревнованиях, то у меня первые места, а если на международном уровне, то третье, второе, третье. В областном центре уже несколько лет подряд проходит традиционный чемпионат по плаванию, в котором соревнуются спортсмены с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. Ученики на всех соревнованиях и чемпионатах показывают достойные результаты. Наша школа, это областная специализированная школа по инвалидным видам спорта, образовалась в 2003 году. В школе занимается 488 спортсменов по 14 видам спорта. Основной контингент направлен на плавание и легкое атлетико, олимпийские виды спорта. Плавание у нас в Казахстане мы первые всегда. В 2015 году на параолимпийских играх мы выиграли параолимпийские игры. В этом году в сентябре месяце будет проходить по травам. Четвертый пара спорта Киады Республики Казахстан среди инвалидов. Готовимся сейчас. Республиканский чемпионат прошел в Дворце спорта Нуркена Абдирова. Около 80 пловцов из 10 разных областей Казахстана соревновались за медали. Спортсмены, показавшие самые впечатляющие результаты, попадут в сборную Казахстана по плаванию и получат возможность отправиться в декабре этого года в Дубай, где пройдут юношеские азиатские игры. Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Болжан Ермагамбетов, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Савволмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова